Вести Карачаева, Черкесия 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 Вместе с тем, к 1 сентября следующего года будет завершен капитальный ремонт школы в поселке Эльбрусском, а до конца 2024 года будет построена врачебная амбулатория в селе Джага. На прошлой неделе в парламенте республики прошла 41-я сессия 6-го созыва. Рассмотрено несколько вопросов, в том числе внесены изменения в региональный закон о главе Карачаева, Черкесии в связи с изменением федерального законодательства. Подробности у председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению народного собрания Владимира Умалатова. Он в праве вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащие исполнения своих обязанностей. Также, если в течение месяца, если они этого не сделают, он может и отрешить их от должности. В глава также в праве обратиться представительный орган муниципального образования об удалении главы муниципального образования. Это очень существенный механизм. Я думаю, это позволит и главе республики, и вообще будет польза для населения республики, будет строже и больше ответственности. 1 587 социальных контрактов заключено в Карачао-Чекесе с начала текущего года. Всего государственной поддержкой по соцконтракту в республике в текущем году охвачено порядка 6 200 человек. Большинство семей Карачао-Чекесе получили помощь в поиске работы. Это 214 соцконтрактов, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 496 соцконтрактов, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, 427 социальных контрактов. Осуществлялись также иные мероприятия, направленные на преодоление жителями трудной жизненной ситуации, 450 соцконтрактов. В прошлом году в регионе было заключено 1902 социальных контракта по основным мероприятиям. Напомним, социальный контракт – это специальный договор, который заключает представитель малоимущей семьи и орган социальной защиты на реализацию одного из четырех мероприятий. Это поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение ЛПХ и другие мероприятия. На поддержку племенного животноводства республики за последние 10 лет направлено более 1 миллиарда рублей. По данным регионального Минсельхоза, по программе поддержки племенного животноводства, в Карачаеве завезено более 21 тысячи голов племенного молодняка и 150 тысяч мальков форели. В настоящее время в республике действуют 20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, работающих в области племенного животноводства. И они в полном объеме обеспечивают потребность региона в высокопродуктивном племенном скоте. В республике будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Соответствующие постановления поддержали на заседании правительства Карачаев-Черкесии под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова. Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Информацию комментирует министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры подведомственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии и успешной самореализации молодежи Карачаев-Черкесской республики в профессиональной деятельности. Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют «зеленым островом». Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджиев. На сегодняшний день это будет площадь более пяти гектаров земли, как бы облагоустроена, облагорожена. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе, люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то процента 85 завершено. Остается облагораживание территории и как бы будет уже скоро финал. Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году. Лидерами по количеству и сумме полученных грантов среди субъектов Северокавказского федерального округа стали Чечня, Ставрополье и Карачаево-Чекесе. Восемь проектов из нашей республики вошли в число победителей. Это оригинальный проект по развитию информационной безопасности семьи в сети Мурата Болотова, школа доступного программирования и робототехники инновации Ахмата Джанкиозова, молодежный IT-медиапроект IT-настоящего Даулета Гачияева, первая оригинальная школа по продвижению туризма, про туризм Ислама Хубиева, оригинальная школа медиа Мадины Чомаевой, миссия Молодежный инкубатор социальных идей и инноваций Медины Баташевой, молодежная школа спортивного волонтерства Здоровое поколение Аслана Гандаева и обучающий интенсив Я за врача Яромира Французова. В Северокавказском федеральном округе поддержано 36 грантов на сумму более 20 миллионов рублей. На реализацию своих проектов представители Карачаевской кессии получат 4 миллиона 456 тысяч рублей. Более 40 экспертов в области международных отношений собрались за округлым столом в Северокавказской госакадемии, чтобы обсудить актуальные инструменты по поддержанию гармонии в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Комментирует информацию министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. Тема разная ежегодно, безусловно, но направление с тем всегда одинаковое. Это гармонизация межнациональных отношений и межконфессиональных отношений на территории Карачаево-Черкесской республики и Российской Федерации в целом. Популярные туристические маршруты и локации Карачаево-Черкесии впервые будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. Разработка приложения стала возможна благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Реализуемый проект представит гостям региона цифровое сопровождение сразу семи-десяти туристических маршрутов, в числе которых самые популярные природные и культурные достопримечательности республики, а также обозначит характеристики направлений для подбора по физическому состоянию и возрасту туриста. Он также включит в себя информацию о рекомендованных объектах туристского показа, иных точках притяжения туристов, отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах, а также услугах и сервисе. Более того, в приложении будет предусмотрена возможность забронировать туристские услуги и средства размещения. По завершению разработки приложение будет доступно на площадках App Store и Play Market. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начался ремонт корпуса естественно-географического факультета. Сейчас здесь проводится отделка стен, обновление полов, потолка, впереди обновление фасада, отмозков и многое другое. Здание естественно-географического факультета, построенное еще в 30-е годы, сохранит свой исторический облик. В Черкесске в филиале Ростовского экономического госуниверситета специалисты Пенсионного фонда республики провели для студентов единый день пенсионной грамотности. Подробности у заместителя, управляющего отделением Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Ирины Тамбиевой. Уже в районные учебные заведения, это школы, вышли это в Адагихабльском районе у нас проводились, в Хабесском, практически во всех районах республики уже наши специалисты выходили на такие уроки и проводили день пенсионной грамотности. А то, что касается дальнейшего, то до конца текущего года наши специалисты еще будут выходить в те учебные заведения, которые остались неохваченными и аналогичные уроки будут проводить с нашей молодежью республики. Сибириязвенное захоронение в Ауле Беслине и Хабесского района находится под угрозой подтопления. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Земельный участок расположен в пройме реки Большой Зеленчук. После паводка в ходе размыва дамбы русло реки раздвоилось, после чего правое русло реки приблизилось к захоронению на критическое расстояние 4,5 метра. В случае отсутствия экстренных мер создается угроза распространения сибирской язвы. Сибирская язва особо опасна за анозно-инфекционная болезнь человека и млекопитающих животных. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в течение до 200 лет. Управлением Россельхознадзора Администрации сельского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано провести мероприятие для исключения возникновения и распространения сибирской язвы, а также информация направлена в прокуратуру республики, управление ветеринарией, управление Роспотребнадзора и администрации района. В 17-й гимназии Черкеска открылась парта героя имени генерала-майора летчика Аса Канамата Баташева. Она стала 22-й по счету в республиканском центре. Почетное право сидеть за ней будет предоставляться учащимся за успехи в учебе, достижения в спорте и активную общественную работу. Напомним, Канамат Баташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая этого года, когда помогал выйти из окружения одной из десантно-штурмовых групп. Он знал, что в этом районе действует ПВО, тем не менее принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, но при выходе из маневра его самолет был сбит зенитной ракетой. 14 тысяч деревьев высадят в Крачаево-Чекесе до конца этого года. Наша республика присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». 22 этапа, сотни волонтеров, тысячи саженцев и одна республика, которая станет еще краше. О центральном этапе акции «Сохраним лес», который проходил на территории Зеленчукского лесничества в окрестностях аула «Козылоктябрь», рассказала советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Баташева. На этом месте в окрестностях аула «Красный Октябрь» у нас идет центральная акция с участием волонтеров, общественных организаций, органов власти. И мы произвели уже высадку 600 саженцев. На этом же участке будет еще высажено 2500 саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к 100-летию. У Карачаева-Черкесской республики дополнительная партия саженцев как раз была высажена именно в честь 100-летия. У владельцев пушкинской карты есть возможность выиграть годовой абонемент, приняв участие в конкурсе видеороликов. Сюжетом для ролика должно стать поведение любого литературного героя и его отношение к деньгам. Для участия необходимо разобрать поведение любого персонажа из русской литературы с точки зрения его взаимоотношений с деньгами, что он делал неправильно в финансовых вопросах, и посоветовать ему, как поступить. Записать свой рассказ на видео хронометражем около одной минуты. Видео должно быть не более трех минут. Затем выложить его на своей страничке ВКонтакте, добавив в описание хэштег «Пушкин знает». Ролик необходимо опубликовать до 15 ноября. Десять победителей получат приз в размере 10 тысяч рублей на счета в почтобанке. В Министерстве просвещения страны подвели итоги всероссийского конкурса сочинений этого года. По итогам работы федерального жюри определены 100 победителей, в числе которых сочинения конкурсанта из Карача-Чекеси Ирианы Газгешевой, ученицы пятого класса школы Аула Хабес. Она выбрала тематическое направление «Нелегко быть ребенком», «Сложно, очень сложно». Что это вообще значит быть ребенком? Астрида Линдгрена «2018 и 2027 годы. Десятилетие детства». Рассказ «Непростая история маленькой девочки». Торжественная церемония награждения победителей состоится 2-3 ноября в Москве. Молодежи из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в возрасте от 18 до 35 лет примет участие в форуме «Межкультурный диалог», который состоится на курорте «Архиз» 26 октября. Мероприятие организовано в честь векового юбилея трех республик. В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, диалог культур и развитие сотрудничества, а также круглый стол профилактика экстремизма в молодежной среде, работа по секциям и проектная работа в командах. Будут организованы и тренинги по командообразованию и дизайн-мышлению, а также интеллектуальные игры. В картиной галереи музея-заповедника Черкеска продолжается ежегодная выставка в семье «Единой». Жители и гости города до 30 октября смогут увидеть картины Бориса Атаева, Юрия Карасова, Мухаммеда Хохандукова, Николая Кузнецова, Казбека Французова. Отдельная экспозиция посвящена работам заслуженного художника России Умара Мижева. О творческом пути художника рассказала участникам выставки «Вдова» Талегюль Мижева. Заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Карачаева Черкесии Уман Кремгеревич Мижев был всю свою жизнь беззаветно предан изобразительному искусству. Он стремился всегда осваивать новые техники. Кроме живописи, графику, афорт, гравюру. Работал в области декоративно-прикладного искусства. Занимался войлоком. Всегда стремился передать свои чувства, мысли через свои произведения. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» подарил спортивному комплексу «Мамлюк Черкеска» набор нового спортинвентаря. У спортсменов появились новые ракетки, макевары и корт. Теперь тренировки ребят станут еще интереснее, профессиональнее и продуктивнее. Ну и последняя информация. С 28 октября по 1 ноября в республике пройдет передвижной форум «Кавказ-дом». Порядка 50 человек примут участие в создании нового туристического маршрута. По словам председателя автономно-некоммерческой организации «Высокогорный креативный кластер» Денислама Байчорова, они долгое время занимались разработкой пешего маршрута между средневековыми храмами Шаанинским и Сентинским, являющимися популярными туристическими объектами. И первыми гостями, которые пройдут по нему, станут участники форума «Кавказ-дом». Программа и мероприятия предусмотрены состязания по стрельбе из лука, эстафета на сап-бордах, а также экскурсии и лекции о курортах республики, местных достопримечательностях и их истории. Кроме того, участники мероприятия займутся благоустройством маршрута и установят элементы навигации. Общая протяженность маршрута составляет порядка 25 километров. На середине пути будет организован привал и развернут палаточный городок. Завершится путь в Сентинском храме, где состоится церемония закрытия форума с вручением сертификатов. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!